Все как на обычном экзамене. Билеты, вопросы и строгая комиссия. Правда, вместо аудитории армейская палатка, а студенты будущие офицеры. Сегодня курсанты 4 курса сдают комплексный государственный экзамен по военным дисциплинам, в ходе которого они должны показать свои теоретические знания по таким дисциплинам, как тактическая подготовка, огневая подготовка, подготовка по связи, РХБЗ, медицинская подготовка. Помимо теории, экзамен включает и практическую часть. Разборка и сборка пистолета Макарова и автомата Калашникова – это те практические навыки, которыми будущий офицер должен владеть в совершенстве. Сергей Кула, будущий командир мотострелкового подразделения, пистолет Макарова разбирает за 7 секунд на отлично. Я решил изначально просто попробовать себя в военном деле, как я смогу, чего я достигну, но теперь по окончанию придется идти дальше работать военным. Артиллерист Тимур Изварин говорит, что всегда хотел стать командиром, поэтому и пошел в военный институт. В артиллерии меня привлекло то, что она практически всегда решает исход боя. Мы изучали много вооружения и эти знания нам пригодятся в дальнейшей службе. Подготовка в военном институте ведется по российским программам, но с учетом специфики вооруженных сил Приднестровья. Кроме военной профессии, курсанты получают и гражданскую. Курсанты обучаются по трем военным специальностям. Управление подразделениями артиллерии, управление подразделениями мотострелковых войск и воспитательная работа в сухопутных войсках. Это что касаемо военного направления. По гражданскому направлению они обучались по специальностям менеджмент, по управлению персоналом, далее прикладная математика и психология. После сдачи госэкзамена офицеры получат увольнительную, затем они разъедутся по воинским частям. Станислав Стоянов, Роман Донец, Первый республиканский телеканал. Продолжение следует...